Он меня бил возле этой стены. Я потеряла сознание. Когда я очнулась, я просто увидела, что эта стена из белого превратилась в красную. Там фонтаном кровь была. Просто фонтан. В семье Ирины от последствий алкогольной зависимости умерли самые близкие люди. Бабушка, дедушка, папа, дядя и ее старший брат. Я начала замечать, что я постепенно иду по той же дорожке. Я начала постепенно выпивать. Первый раз Ирина выпила в 17 лет на свой школьный выпускной. К 25 годам девушка, как говорили в ее окружении, плотно сидела на стакане. Я уже начала осознавать, что я не могу без алкоголя. Я продолжала пить, потому что реально я не могла остановиться. Я очень переживала из-за того, что Иру может постигнуть та же участь, что и отца, что и брата. Боролась с этим, как могла. Я и ночами не спала. И просила, и умоляла, и говорила, и примеры показывала, какие. Ничего не помогала. Мама Ирины пыталась, как могла, вытащить свою дочь из зависимости. Перепробовав все методы лечения, отчаявшаяся мать пришла к выводу, что без помощи Бога ей не справиться с этой бедой. Она попросила дочь своей подруги, которая верила в Бога, поговорить с дочерью. Когда-то встретила ее маму. Она попросила пойти к ее Ире. Зайти. Может, говорит, она пойдет в церковь с тобой. И, вы знаете, я пошла. Пошла, зашла, но через забор позвала ее. Она вышла, конечно. Впечатление мое было, мягко говоря, шоковое, потому что это образ падшей молодой женщины, которая ведет непонятный образ жизни. Когда человек, он как, не знаю, как правильно сказать, как тень. Она не живет жизнью, а она как тень в этой жизни. Она часто приходила ко мне, часто приглашала меня. А я что? Да, Ира, да, приду. Соберусь и приду, соберусь и приду. Но так в церковь она и не приходила. Ирина, будучи служителем Духовного Центра Возрождения, молилась за молодую женщину, приглашала ее в церковь и была невольным свидетелем страданий женщины на протяжении долгих лет ее зависимости. Родовое проклятие алкоголизма господствовало в жизни Ирины и, казалось, так будет всегда в ее роду. Я хотела создать семью, но я как-то стремилась к этому. Но благодаря образу моей жизни, как-то в мою жизнь приходили и мужчины, такие же, соответствующие этому образу. Которые выпивали, которые употребляли наркотики, которые курили. А последний сожитель Ирины оказался не только алкоголиком и наркоманом, но и настоящим деспотом. Под действием наркотиков, под действием алкоголя избивал меня каждый день. Избивал физически, избивал морально. Я даже таких слов не найду, чтобы высказать эту боль. До какой степени это было. Выпивала уже только потому, что когда бьют, мне не было так больно. Для меня алкоголь, как аналогетик был. Он просто дичайший ее избивал. И там эти потери сознания, и вызовы скорой, и она в больнице лежала с сотрясениями. То есть, жутко. Я вообще удивляюсь, как она жила, осталась. Он не пускал ее. Мы будем жить с тобой до конца. Я говорю, до конца какого? До ее конца? Пыталась с ним расстаться, и пыталась неоднократно. Мы не могли его выгнать. Мы не могли от него избавиться. Что, будем мириться, да? Да? Я не верила в себя, что может что-то получить. Что жизнь может измениться. Что может быть что-то хорошее в жизни. Ну, я думала, знаете, как, что идет, как идет. Умрем мы все когда-нибудь. На протяжении пяти лет каждый день Ирина находилась на грани между жизнью и смертью. Но последнее, самое жестокое избиение сожителя заставило девушку по-другому посмотреть на свою жизнь. Белая стена была. Он меня бил возле этой стены. Я потеряла сознание. Когда я очнулась, я просто увидела, что эта стена из белой превратилась в красную. Там фонтаном кровь была. Просто фонтан. Вы что, это же кошмар какой-то. Так вот под стенкой под этой лежит. А глаза вот, у нее глаза были побитой собаки. Эти глаза, я до последней своей минуты жизни никогда не забуду эти глаза. Это было такое, увидеть своего ребенка в таком состоянии. Это было что-то страшное. И я вызвала к Богу, Господи, помоги мне, потому что я не хочу пить, я не хочу такой жизни. Я не хочу так мучиться, не хочу. В этот момент Ирина осознала, что так больше не может продолжаться. И в ближайшее воскресенье она вместе со своей соседкой, которая никогда не забывала о ней и продолжала за нее молиться, пошла на служение Днепровского духовного центра возрождения. В церкви она примирилась с Богом и пообещала Ему не пропускать ни одного воскресного служения, попросив Бога о том, чтобы он подарил ей абсолютно новую жизнь. Проходит буквально три дня. Мой сожитель съехал, нашел квартиру себе, решил жить отдельно. Это то, что не получалось в течение пяти лет сделать мне. Это было только началом чудес. Впереди Ирина ждало еще одно чудо. Узнав, что апостол Владимир Мунтян будет проводить в Киеве крусейд разрушения родового проклятия, Ирина приняла решение ехать на это служение. Она говорила, что «Мама, я хочу поехать, и я верю, что Бог меня освободит от алкоголизма». Самая большая мечта у меня была бросить пить. Я с этой верой, с этой надеждой, я поехала туда, на этот крусейд. Скажи сейчас Духу Святому, наполни мою жизнь. Реально, друзья, рассчитывайте на реальное прикосновение Святого Духа. Очень сильно этого ждала. Прямо с таким вдохновением. Всем сердцем своим сейчас скажет Дух Святой, коснись меня. Вот именно я хотела его почувствовать, как это ощутить, помазание Духа Святого, как это ощутить его на себе. Во время молитвы апостола за разрушение родовых проклятий я почувствовала прикосновение Духа Святого. Проклятие преждевременной смерти во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Это проклятие, которое шло по роду, оно остановлено именем Иисуса прямо сейчас. Во имя Иисуса, дьявол! Вот прям как волной сверху вот так вот с головы и прям как волнами, такое тепло, тепло, тепло. И потом как разряд электрического тока, такой маленький, маленький. Я вдруг внутри почувствовала такую легкость. И я вдруг поняла, что вот это родовое проклятие, от которого умер моя бабушка с дедушкой, мой дядя, мой папа, мой брат, оно просто разрушилось. У меня внутри была такая свобода. Ты велик и прекрасен и велик, и другого нет, как ты, о мой Бог, и другого нет, как ты. Выйдя после служения на улицу, Ирина заметила, что у нее пропала тяга к спиртному. Поняла, что я свободна, и что когда мне встречаются выпившие люди, я вот так на них смотрю, думаю, боже, неужели это я такая была? Я почувствовала, что у меня не тянет к спиртному, наоборот, у меня отвращение. Хоть малейший запах уже раздражает меня. Она приехала, у нее лицо совсем другое стало. У нее лицо стало светиться. Соседи ее как видят, говорят, ой, что с сырой произошло? Она такая, ну это вообще, лицо аж светится. Ну совсем другой ребенок стал. И вот эта вот зависимость, которая мучила меня в течение 15 лет, она в одно мгновение рухнула. Жизнь увидела другими глазами. Поняла, что жизнь прекрасна. После того судьбоносного для Ирины Крусейда апостола Владимира прошло уже два года. Молодая женщина полностью свободна от алкогольной зависимости. Она всегда верна своему Богу и обещанию не пропускать ни одного служения в церкви. И самое большое счастье Ирина находит в общении со Святым Духом. Я уже не представляю своей жизни без общения со Святым Духом. Мы с ним настолько подружились. Каждый раз, когда ходишь в эту комнату для общения с ним, я уже чувствую, что он меня ждет. Что каждый раз он там. Каждый раз, каждый день я чувствую его прикосновение. И день проходит с его помощью, в такой благодати, в таком спокойствии, в такой радости. Бог дал Ирине не только свободу от алкогольной зависимости, но и работу, о которой она всегда мечтала. На сегодняшний момент Ирина – бухгалтер в одном из супермаркетов Днепра. Я очень люблю свою работу. Я мечтала умственно развиваться. Там же надо тоже включать логику, и искать ошибки, и на ошибках учишься, и работать на компьютере. На меня оформлена генеральная доверенность, где я имею право на все подписи, я имею право принимать решения, я имею право делать заказы. Бог со мной, я с ним жить так легко. Я успеваю прямо везде. За мной никто не успевает, так как я везде успеваю. Ее ценит коллектив. Считается с ней управляющей. На очень хорошем счету. Ой, это я налюбоваться не могу и не могу нарадоваться. Она же у меня умничка. Она, я же говорю, через каждый час звонит, мама, как ты там? И придет, мамулечка, я тебе тут вкусненькое принесла. Ну, я же говорю, ну, на ребенок, ну, совсем другой. Ну, совсем другой. Если я там плакала день и ночь, то теперь я ложусь, и даже перед тем, как лечь, я всегда Богу говорю, спасибо тебе, Господи, за то, что ты вот так вот ее преобразил. Это грандиозное свидетельство, я считаю. Это как по Писанию говорится, что вы будете светом этому миру. Вот она сейчас свет этому миру. Но я со слезами на глазах даже это говорю сейчас, потому что это только Бог такого мог сделать, правда. Человеку это не под силу. То, кем она была и то, кто она сейчас, ну, это только Бог. Я благодарна Богу за то, что Он разрушил это родовое проклятие, за то, что освободил меня от алкоголя, за то, что Бог совершает чудеса в моей жизни. Я благодарна Богу за то, что не дал мне пропасть, и верю в то, что написано в слове, уже ничто не вырвет вас из руки моей, кто ко мне пришел. И я очень верю этому слову. Я благодарна Богу за то, что Он даровал мне новую жизнь. И я реально увидела новую жизнь. Я реально увидела красивую жизнь, счастливую жизнь в каждом дне.